паркетингу и развитию бизнеса Аймэкс Корпорэйшн России СНГ и Миколу Ульбекову. Спасибо. Я бы хотела прокомментировать замечания по моей депутатной работе. Соглашусь, что, возможно, у меня недостаточно внимания выделили психологическому аспекту аудитории, в связи с зрительской аудитории. Повторю, что я согласна с мнением о том, что российский зритель сегодня не готов делать сознательный выбор, возможно, может выразиться следующим образом, что в картике прослеживается некая идеология, и зритель, как в советское время, боится сделать выбор. И российскому зрителю сегодня больше согласиться, что за него придумали, нежели как-то самостоятельно организовать свою внутреннюю организацию настроить, если так можно выразиться. И, на мой взгляд, естественно, данный факт влияет на производство российских фирм, поскольку, как мы все знаем, спрос рождает предложения. Соответственно, запросы аудитории удовлетворяются, и создатели получают от этого прибыль. И, на мой взгляд, вопрос качества, а также перспектив развития российской киноиндустрии может быть полностью решен, когда именно сама аудитория будет воспринимать продукты киноиндустрии, а именно фильмы, не то, что, не как уход от реальности, скажем так, а как возможность решить свои проблемы и задуматься о проблемах, поставленных актером. Все равно? Да. Вам представляется заключительная история? Хотелось бы выручить благодарность преподавательскому составу нашего университета. Хотелось бы сказать, что знания, полученные в разных университетах, помогают, и я уверена, что помогут в будущем в моей практической деятельности. Хотела бы особенно благодарить мудроучного руководителя от вас, Игорь Михайлович, а также сказать, что полученные знания действительно помогают сейчас мне на практике. И интересно то, что знания, скажем так, вырывали нам знания, которые актуальны, сводны, и это действительно помогает в рабочих каких-то вопросов. Спасибо вам большое. Я думаю, на это все. На защиту приглашается мудрость Виктория. Специфика формирования имиджа финансовых пирамид. Научный руководитель Голлова Елена Ивановна. И сейчас готовится к кофе Виктории Останина-Ульяна. Ульяна, насколько я понимаю, тебе нужен проект, а где Ульяна? Я здесь. Да. Когда Вика начнет отвечать на вопросы, нужно подойти и включить в себе презентацию. А не только тогда, когда она начинает отвечать на вопросы. Все видно. Тема моей работы специфика формирования имиджа финансовых пирамид. Я рассматриваю финансовую страницу Сергея Макодиев. Моманда 10001, которая функционирует уже год. Функционирует в интернете. Среди чем используются новые, абсолютно новые технологии, пиртехнологии для формирования имиджа. Тема является актуальна, в связи с тем, что на сегодняшний день на российском рынке наблюдается тенденция роста числа финансовых пирамид. Это происходит за счет того, что имеются белые пятна в законодательстве России. Кроме того, недоверие власти у населения. И также уровень жизни населения России плюс финансовая неграмотность и тенденция. Что касается онлайн-пирамид, то здесь очень важным фактором является вовлеченность в онлайн-среду, в частности, в социальные мидии населения в стране. В первой главе своей дипломной работы я рассматриваю их имидж. Какие компоненты влияют на формирование внутреннего имиджа, а также внешнего. Кроме того, я уделяю большое внимание имиджу руководителя компаний как важному составляющему при формировании имиджа внешнего компания. Далее я провожу классификацию финансовых организаций, чтобы определить, в чем отличие между финансовыми пирамидами и теми же банками и инвестиционными фондами. И главными признаками является то, что финансовые пирамиды, как правило, обещают высокие проценты подклады. Кроме того, все они функционируют по схеме фондов, это классическая схема финансовых пирамидов, когда поступают в компанию деньги и идут выплаты первым за счет последующих. Далее одним из два признаков финансовых пирамиды является массированная реклама, а также введение в оборот акций или по других бумаг, которые не имеют правила высокого условия. Кроме того, финансовые пирамиды по правилам не имеют регистрации, то есть нет юридического лица, либо в инвестиционных пирамидах. Очень часто финансовые пирамиды учатся с такой организацией, как сетевой маркетинг. Они действительно похожи. Исходство заключается в том, что основным принципом работы является битуси, то есть от компании потребителя и от потребителя в потребитель. Так, с этой кожи хова. Кроме того, идет получение дивидендов первыми втачками в счет последующих. Это главный принцип работы. Однако заключаются они в том, что финансовый пирамиды продукт носят больше, скажем, обстрактных характеров, то есть это некие обещания. То есть сделка не происходит. Человек вкладывает деньги, но у него нет гарантии получения. В любой компании продукт всегда предоставляется в материальном уплачении. Продолжение следует... Продолжение следует...